Матч у Лайфцев с главным аутсайдером текущего сезона Новокузнецким Металлургом был интересен прежде всего по двум причинам. Первая – это то, как лидер атак уфимцев Кирилл Капризов сыграет против своей родной команды. Вторая и самая главная причина – это фигура генерального директора «Сибиряков» Сергея Зиновьева, который на протяжении пяти сезонов выступал за «Салават». В Уфу Сергей Олегович не приехал, да и зачем, если мы прекрасно помним то, как он забивал за наш клуб. О стартовом периоде необходимо сказать одно – проходил он при тотальном преимуществе дружины Игоря Захаркина. Уфимцы безудержно атаковали и перебросали соперника 22-9. При этом лишь одна из многочисленных атак хозяев оказалась голевой. Линус Умарк выиграл борьбу за шайбу с заворотами и вывел на пустой угол Кирилла Капризова, который не промахнулся. 1-0. Так начали ударный матч, перебросали почти в трое соперника, сделали выводы после предыдущей встречи. Ну да, тренер нам сказал, что плохо там начали тоже. Может, ребята после Хабары, после Дальнего Востока немного еще не пришли в себя, поэтому просыпаемся только во втором-третьем периоде. Вторая 20-ти минутка началась совершенно точно не так, как ожидали болельщики на трибунах Уфа-арены. В первой половине игрового отрезка хозяева немного сбавили обороты и дважды нарушали правила. Соперник привод от решилишнего нас не прощал, поэтому юлайвцам пришлось догонять новокузнечан. Эта задача была решена игроками Салавата достаточно быстро. Денис Куляш проявил активность в борьбе у ворот. После второй заброшенной шайбы преимущество нашей команды стало более явным, и вскоре оно вылилось в еще один гол. Капризов умудрился в падении отпасовать на Уморка, а Швед элегантно подставил клюшку. 3-2. Мы где-нибудь зевнули соперника, не держали игроков. Чуть в тактическом плане стали плохо играть. Но потом тренера направили нас в нужное русло, и после плохого начала периода стали лучше играть. Заключительный игровой отрезок вновь начался для юлайвцев с холодного душа в виде еще одного гола соперника. Причем получился он курьезным. Эта шайба добавила игре интриги, а у финцам необходимых эмоций. Наши хоккеисты вновь заиграли активно в чужой зоне и после усердных усилий забили. Сами Лепестов бросил в девятку так, что любая паутинка бы сошла на нет. Эта шайба в итоге оказалась победной. Хотя в концовке болельщикам Салавата пришлось немного понервничать. Я безусловно доволен, что мы дотерпели, сумели выиграть этот матч. И готовимся к следующей игре против Сибири. К удивлению многих, домашний матч с новокузнечанами сложился для юлайвцев очень непросто. В любом случае победа добыта. Ждем в гости Новосибирского Сибирь. Эдуард Хизбульник, Константин Данилов. Хоккейный клуб Салават Юлаев.